Приветствую вас на фабрике новин. Меня зовут Ирина Каблучко и до нашего эфира уже присоединился Борис Пинкус, представитель Республиканской партии США. Бориса, спасибо, что вы нашли время. Спасибо и слава Украине! Героям слава! Планировала начать наш разговор с болезненного вопроса, почему Украине опять не передали АТКАМС. Об этом заявил Джек Салливан, когда президент Зеленский был в Соединенных Штатах Америки. У кого было такое же разочарование, как у меня, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну вот, вдруг, когда президент Зеленский уже покинул США, в американских медиа, а именно в NBC News, появляется статья со ссылкой на высокопоставленных чиновников американских о том, что якобы США все-таки передаст Украине АТКАМС. Пусть в небольшом количестве, пусть кассетные, но все же, что вам известно об этой ситуации? Будут у нас АТКАМС или нет в ближайшее время? Ну, во-первых, давайте так. Салливан, советник президента по национальной безопасности, сказал, что не будут АТКАМС не случайно. Почему? Потому что он один из тех, кто науськивает Байдена о том, что не нужно эскалировать ситуацию, надо еще подумать о Путине, он нам еще может понадобиться. Не нужно делать так, чтобы Россия распалась, как результат победы Украины. Ибо, если Россия распадется, то часть России может перейти в руки Китая. Я уже не говорю, говорит Салливан, там уже в колуарах идут оттуда слухи о том, что под чьим контролем будет ядерное оружие России. Так что это будет бесконтрольно. Мы это все проходили в 91-м году. Совершенно верно. Совершенно верно. И, конечно же, это как раз таки и сказывается на действиях Байдена, который нерешителен, нет воли. И вот эти вот половинчатые решения его, осторожные с оглядкой по сторонам, они и приводят к тому, что война затягивается. А это играет на руку как раз таки Путину. Именно он сегодня, знаете, четко, как КГБшник, знаете, пытается выжить из тюбика по максимуму. С тем, чтобы затянуть войну, довести ее до ноября 24-го года с расчетом на то, что, видите, республиканцы придут к власти. И они уж точно не дадут Зеленскому победить. Именно они, ссылаясь на Трампа, именно они потом, именно республиканцы скажут, баста, мир должен быть. Значит, как говорил Трамп, они приписывают это Трампу, что, мол, за 24 часа он это может решить. Таким образом, значит, предложить что-то, от чего невозможно отказаться ни Зеленскому, ни тому же Путину. Вот ссылки на это, это одна из причин. Вторая причина, это, конечно же, приближение зимы. Народы Европы и Америки, уставшие от войны, видите ли, цены колоссально высокие сегодня в Америке. И, несмотря на то, что инфляция упала, как говорит Байден, на самом деле это ложь, до 3%, на самом деле народ, я, как обыватель, этого не почувствовал. Цены до сих пор огромные на товары первой необходимости, высокая преступность, нелегальная иммиграция. Это сегодня в то время, как оказался Байден в Белом доме, более 7 миллионов пересекли границу, нашу границу с Мексикой. Причем там не просто латиноамериканцы, там представители из 54 стран мира. Вот можете представить. Все-таки верну к теме атакамсов, потому что про нелегалах, кстати, мы тоже сегодня вспомним, когда будем говорить о конгрессменах. Но вот все-таки, чтобы мы тему атакамсов... Да, я с удовольствием вернусь к этому, почему я вам говорю. Во-первых, атакамсы должны быть. Тут уже деваться некуда. Вы понимаете, когда Украина доказала, что не имея тех нужных видов вооружения, Украина смогла не просто отвоевать 50% оккупированных территорий, но и даже благодаря уму, таланту выдающегося генерала Залужного смогли, знаете, переходить контрнаступление на тех участках, где ВСУ смогла найти бреши в тысячекилометровой линии фронта и атаковать. Вот, пожалуйста, сегодня потрясающая новость. Атака штаба военно-морских сил России в самом Севастополе. Это потрясающая новость. Но сегодня все следствия массовой информации об этом говорят. Я уже не говорю о том, что ВСУ уже атакует ряд военных объектов на территории, на всей территории Крыма. И вы знаете, и осталось только долбануть, как положено, по Крымскому мосту, и все. Крым будет отрезан. Логистика будет полностью нарушена. Это очень скажется на поведение российских войск на самом полуострове Крым. И со всеми последствиями. И это даст возможность атаковать. Но! Но! В чем необходимость? Почему необходимы атакамсы? Во-первых, многоуровневые линии обороны России не преодолены. Первый уровень только преодолен. Там еще стоит второй и третий уровни. Причем они резко отличаются друг от друга. Если первому уровню были характерны в основном заминированные огромные 30-километровой глубиной и на десятки, а то и сотни километров длиной участки, заминированные бомбами и минами, то вторая линия уже комбинируется. Помимо заминированных участков очень много бронетехники, которые уже надо бить по которой. Это раз. А как вы мне скажите, если вот по данным разведки Великобритании из 100% погибающих солдат ВСУ 80% приходится на артиллерийские снаряды, посылаемые России. 20% за счет взрыва мин и бомб, которыми заминированы вот эти участки фронта. Поэтому заложный беспокоится не о метрах, сантиметрах, которые он может завоевать, а о жизни каждого солдата. Поэтому умно, дальновидно, человеколюбие проявляя, заложный очень не спеша, но уверенно отвоевывает каждый сантиметр оккупированной территории. А обвинять Украину в том, что темпы, видите ли, контрнаступление не оправдывает тебя, пора кончать, вот зима подходит. Не оправдала себя ВСУ вот этим контрнаступлением. Это абсурд, это аморально. Надо сначала дать Украине то, что она просит, по тому хотя бы списку, который генерал заложный давал, и в количественном и качественном отношении, а потом требовать этого нет. Так вот, два компонента. Атакамс. Почему Атакамс? С радиусом действия 300 и более километров. Атакамс отличается от Шторм Шадоу, который поставляется в Лиге Британии. Шторм Шадоу это снаряды для авиации. А вот Атакамсы для Хаймерсов, наземные системы, они могут стрелять 300 и более, а то и до 500 километров. Это мы сохраним тем самым жизни. Знаете, перебрасывая эти ракеты через огромные глубинные территории, оккупированные территории, заминированные российской армией. Мы сохраним жизни солдат. Вы понимаете? Атакуя в тылу, бить по тылу, по тем точкам сосредоточения, где именно находится живая сила и военная техника России. А их на территории Крыма более 50 этих точек. Борис, мы понимаем, поэтому уже несколько месяцев. Пять аэродромов. Пять аэродромов еще плюс. Мы прекрасно понимаем, поэтому уже несколько месяцев украинская власть, можно сказать, выгрызает эти Атакамсы. Совершенно верно. Хорошая новость. Хорошая новость в том, что все генералы американские за то, чтобы срочно давали Атакамсы. Они даже приводят примеры. Вот один из генералов недавно сказал, слушайте, а разве мы, американцы, послали бы свои войска без воздушного прикрытия? А почему мы заставляем воевать в таких условиях ВСУ? Это же аморально. Мы не имеем права этого делать. Если мы хотим победы, мы должны по полной программе помочь Украине. Без всяких уловок, условий. Не стреляйте там, не эскалируйте, не сталкивайте лбами. Вы понимаете, это слова генералов. Более того, да и сам Блинкин, госсекретарь, да и Остин, который, вы помните, в первые дни войны сказал, мы перевернем небо и землю, чтобы оказать помощь Украине в ее победе. Так вот, они, бедные, сегодня часто проигрывают вот тому, так называемому, творческому альянсу между Бернсом и Салливаном, которые наузкивают Байдена, неуверенного в себе. Поэтому вот такое перетягивание каната существует, и слава богу, вот к тому хору генералов, которые настаивают на том, чтобы быстрее дали Атакамсы и Хаймерсам, и в то же время F-16 самолеты, присоединяется, конечно же, двухпартийное единство в Конгрессе. Это очень важно. Почему? Деньги зависят только от Конгресса. И вот эти 24 миллиарда, которые сегодня в процессе, которые сегодня заторможены по одной причине, республиканцы говорят, я не имею в виду там трех, четырех, пяти отщепенцев, балбесов, республиканцев, которые не понимают, что говорят, подавляющих больше республиканцев и с подавляющим большинством демократов за то, чтобы дали эти деньги. Но республиканцы говорят, мы не подпишем эти 24 миллиарда по одной причине, пока не увидим в списке оказываемой помощи самолеты F-16 и Атакамсы. Правильно, так должно быть. Плюс к этому, они ссылаются на именно коррупцию. Не только в Украине. Она у нас тоже есть, дорогие мои. Да, не в тех масштабах, какие есть, например, сегодня еще в Украине, но она есть. Поэтому, они говорят, должна быть прозрачность. Как у нас, так и в Украине. Поэтому Сенат не случайно выделил 20 миллионов долларов для создания аудитерских групп, которые выезжают в Украину за тем, чтобы контролировать каждую гривну, каждый доллар, который поступает из Запада, с тем, чтобы эффективно использовать эти деньги, чтобы каждый рядовой украинец, каждый солдат Украины почувствовал это на себе, что помощь есть. Вы поняли? И вот эти вот... Можно вопрос? Да, пожалуйста. Возвращаясь все-таки к Атакамсам, я правильно понимаю, что пока что еще рано делать какие-то выводы о том, что будут они в Украине или нет? И вот эту вот статью на NBC News нам не следует уже как-то трактовать? Нет, я бы так не сказал. Нет, я скорее склонен к тому, что, возможно, Атакамсы уже в Украине. Просто их использование ожидается, для их использования ожидается зеленый свет из Вашингтона. И не случайно Байден буквально вчера сказал, что Атакамсы будут. Он впервые это произнес. Поэтому это неизбежно. Это бьет по нам, по налогоплательщикам, дорогие мои. Ведь чем быстрее закончится война в пользу Украины, тем больше мы денег сбережем. И мы сможем эти деньги уже направить на восстановление Украины. Вот в этом наш интерес. Я не говорю уже о моральной стороне. Вы понимаете как? Потому что тем больше идет война, мы тратим не просто деньги. Это бьет по нашей репутации, по нашему имиджу. И Америка теряет свое влияние в мировом масштабе. Китай начинает превалировать в мире, особенно над теми странами, которые за пределами Европы. И вот этот G20, которая прошла в Дели, которую Китай проигнорировал присутствием своего президента, к примеру. И расширяющийся альянс или БРИКС, где уже 11 явных очевидных членов и еще 19 списки потенциальных членов. Все это говорит не в пользу Байдена. Байден полностью проигрывает на внешнеполитическом поле. И это отражается на Украине тоже. Поэтому идет... Давайте поговорим о Конгрессе. А так там все будут. Будут, обязательно будут. Прекрасная новость. Я от себя хочу поблагодарить весь американский народ, всех американских налогоплательщиков за то, что вы помогаете Украине. Субтитры создавал DimaTorzok